Блин, реально, у кого арахнофобия, прямо сейчас, ух. У меня нет арахнофобии, но когда я увидел вот этого гигантскую просто шопу паука, меня это напугало. Потому что это было неожиданно, а вот и он, ну здорово. Чпоньк! Всем привет, дорогие друзья, с вами Маштакстер, и добро пожаловать в новую серию прохождения Хогвартс Легаси. Прямо сейчас мы с вами чилим, плаваем, у нас джакузи водные процедуры. Вот, всё дело в том, что именно здесь. Ты просто посмотри, где это находится на карте. Вот тут. Я очень долго думал, как же сюда попасть. На метле, не на метле, а может как-то телепортнуться. Но в итоге мы с тобой просто должны взять и вплыть в какую-то действительно секретную и потайную гавань. Вот. Но перед началом хочу также напомнить, что если хочешь поддержать меня и мой канал, обязательно поставь большой палец вверх и комментарий напиши. Мы всего лишь рассуждали о ситуации, я даже не нахожу её интересной. Она такая скучная, просто ужасная. Ничего себе у вас тут движ. То есть всё-таки сюда у нас прибывают ученики Хогвартса впервые. А я почему-то думал, что вот сюда. Смотри. Вот. А вот эта штука тогда зачем? Или может быть сюда прибывают ученики, а сюда... Персонал обслуживающий, я не знаю. Преподаватели. Хотя преподаватели, наверное, тоже туда. Забавно. Так, окей. Где-то здесь мы с тобой должны забрать страницу для руководства в подземной гавани. Причём... Причём её для этого нужно вначале найти, скорее всего. Значит, это и есть подземная гавань. Давай внутренний двор Виадука. Туда сходим. Ничего себе лифт. Едем наверх, добываем страницы, приносим миссис Уизли. И получаем взамен какую-то заклинашку. Так, где же может быть эта страничка? Я как будто чё-то слышал. Может, Ревеллио? О, кстати, чё-то синенькое, смотри. Чё-то синенькое. А, это то необычное зеркало, да? Чё с ним делать? Сюда нужно бабочку вставить. Заберите страницу для руководства в подземной гавани. Метка нам с тобой показывает вообще в другую сторону. Как будто бы мы должны вновь спуститься на лифте и туда пойти. И, короче, как я посмотрел по заданиям, у нас действительно в настоящий момент нет основного задания. Это всё дополнительные квесты. Но для того, чтобы это дополнительное задание появилось, нужно выполнить как раз-таки те миссии, которые мы с тобой сейчас и выполняем. Всё логично, всё понятно, без вопросов. Да-да-да, это подземная гавань. Именно то, что нам нужно. Но где моя страничка? Так, нас вот эта штука сюда ведёт, правильно я понимаю? Вот. Она нас сюда привела, хорошо. Или она наоборот хочет, чтобы мы отсюда выплыли? О! В смысле? Подожди. Охренеть. Собрать, конечно же. Подземная гавань. Страница руководства глубоко под внутренним двором Виадука расположена пристань для лодок, на которых доставляют первокурсников через чёрное озеро в Хопот. Всё понятно. Сюда всё-таки приезжают первокурсники. А кто ж тогда приезжает туда? Непонятно. Это, конечно, очень странная логика. Мы с тобой только что нашли страницу, как бы окунулись в водичку, но при этом все рукописи у нас с тобой в целости и сохранности. Так, страницу теперь где-то нужно ещё, да? Это мы с тобой должны уже теперь сюда. Задача профессора Уизни. Ага. Ну, сюда мы, в принципе, можем тпшнуться. Это уже не такая проблема. Давай так и сделаем. Воспользуемся телепортом. Вот. Соответственно, сейчас мы с тобой получим новое заклинание. И, скорее всего, появится какой-то основной сюжет. Ну, именно задание для него. Так. Навигатор нам показывает, что нужно идти сюда. Хорошо. Центральный зал. Мы с тобой всю ночь плавали, уже наступило утро. Мужчинки начали учиться. Окей. Нам нужно понять с тобой немножечко наверх. О, кстати, а эту штуку можно зажечь. Не-не-не, не бомбард, а вот это вот. О, нормально. И ещё свиток. Забираем. Пригодится. Типа, знаешь, когда ты... О, 80 опыта, серьёзно? Это так много даёт, охренеть. Это нужно тогда делать 100%. Так, мы с тобой вновь открываем какие-то новые части Хогвартса. А, нет, это библиотека, мы здесь были. Мы здесь были только ночью и немножко нелегально. Так, и что, и куда нам? Средний уровень. Средний уровень, да, эта страница находится в библиотеке. А почему мы ходим кругами? Средний уровень. То есть нужно спуститься или подняться. А, наоборот, подняться. Нужно подняться по лесенке. Окей, давай так и сделаем. Поднимаемся наверх. Пачки. Нормально. И сейчас с тобой ещё одну страничку найдём. Так выглядит утро, когда ты всю ночь готовился к сессии в самый последний момент. Да, так никогда не делай, нужно всегда готовиться заранее. Та книга, которую просил найти профессор Уизли, должна быть где-то здесь. Ищешь книгу «Трансфигурация средний уровень»? Да, именно её. Профессор Уизли попросил меня посмотреть кое-что в этой книге. Можно её взять? Вот, значит, как. Я дам тебе эту книгу, если ответишь на несколько вопросов моей викторины. Серьёзно. Викторины? Некоторые считают, что интересные факты не важны. Но, на мой взгляд, неважных знаний не бывает. Поэтому я составила небольшую викторину о мире волшебников. Это очень занимательно. О, этого с тобой профессионалы. Этого с тобой умеем. Другие ученики постоянно отказываются, сколько бы я ни просила. Все твердят, что им хватает домашних заданий. Ух, они попросту не ценят знания. А вот тебе наверняка интересно. Я начну с вопросов полегче. Так, давай мне самые лёгкие вопросы. Мы с тобой быстренько ответим, и всё. Так, звучит интересно, хорошо. Викторина, это всегда интересно. Прекрасно. Всего несколько вопросов, и я отдам тебе эту книгу. Начнём. Капец. Эта книга так-то для всех. Какое волшебное существо участвовало в квидичи для изобретения золотого снитча? Золотой снаджерри, золотой снитчет, змея шейка. Чего? Это, типа, в книгах рассказывается? Я не знаю. Нахрена себе, вопросы полегче. А посложнее тогда, какие будут. Я думал, сейчас будет какой самый крутой факультет. Какой там, не знаю, самый главный волшебник? Кто у нас, это, занимается какими-то плохими вещами? Мы такие, Волан-де-Морт, Гриффиндор и всё такое. Ну, понятное дело, что Волан-де-Морта потенциально быть не может ещё, потому что это всё происходит задолго до рождения, там, Гарри Поттера, и, в принципе, когда Том Реддл сюда поступил. Ну, всё такое. Золотой снайджерри, золотой снитчет? Я не знаю. Золотой снаджерри. Нет, ответ неправильный. Это золотой снитчет. Факт, но мы были близки, очень близки. Использовать снитчет в квинчи придумал Барбирус Браги в 1269 году. Вы теперь, эти птички считаются вымершими. Следующий вопрос. Да? Да. Какое зелье также часто называют жидкой удачей? О-о-о! Бодрящее зелье на стой олихоции Феликс Феллицис. Феликс Феллицис, 100%. Феликс Феллицис. Да. Отлично, это было в фильме. Когда ещё Рон его тси побахнул, на самом деле нет. Поскольку Феликс Феллицис на ограниченное время даёт тому, кто его выпьет невероятную удачу, зелье что-то там. Какие волшебные артефакты упоминаются в сказке о трёх братьев? О-о-о! Это мы профессионалы. Реликвия основателей Крис Стража Дары Смерти. Сказка о трёх братьях это Дары Смерти. 100%. Дары Смерти. Верно! Барт Бидли писал, что Дары Смерти включают в себя бузинную палочку, воскрешающий камень и мантию-невидимку. А он же философский камень. Какой мяч Квитч и самый большой? Снич, Бледжер, Квофл. Так, Снич это самый маленький, его нужно ловить. Бледжер это... Бладжер, точнее. Это, по-моему, тот шар, который пытается тебя убить. Вот. Он очень-очень жёсткий. И его, по-моему, как раз-таки, этот, заколдовал профессор, который потом оказалось, что он Волан-де-Морт. Ну, типа, у него в затылке. Вот. Соответственно, Квофл это самый большой мяч. Квофлом можно кидаться. И, как бы, как вышибалы, по сути, ты играешь. А Бладжер это просто... Он сам по себе летает и всех сбивает. Поэтому Квофл. 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 Ну, конечно, правильно. Когда охотник забрасывает Квофл... А, им нужно забивать, точнее. В одной из трёх колец его команда присуждается 10 очков. Всё-всё-всё, да-да-да. Верно ли, что оборотная серия способна превратить того, кто его выпьет, в существо другого вида? Короче, рассказываю прикол. Никита Сайзет, мой друг, который также параллельно проходит... Там, бабучка, это пошла. Это библиотекарь. Ты там не подслушивай, мы у нас тут викторины. Короче, мне Никита Сайзет записал ГС максимально без спойлеров. Он сказал просто, что у меня горит жопа по конкретному моменту в этой игре. И, походу, я понял, что это был за момент. Короче, как он сказал, он тоже отвечал в один момент на определённый вопрос. И начал рассуждать логически. Как мы сейчас с тобой поступим? Смотри. Верно ли, что оборотное зелье способно превратить того, кто его выпьет, в существо другого вида? Вспоминаем с тобой сцену, когда Гарри, Гермиона и Рон в туалете с Плаксом Иртл там вот это всё варили оборотное зелье. Вспомни, пожалуйста, хорошенько, в кого превратилась Гермиона. Три секунды на размышления. Раз, два, три. Правильный ответ, ты, скорее всего, назвал, если смотрел, сто процентов ты это запомнил. Это кошка. Гермиона превратилась в кошку. И когда у нас Гарри Поттер и Рон превратились вот в этих вот болванов, которые, друзья, Малфе, Гермион такая, нет, нет, вы посмотрите, что со мной произошло, я буду сидеть здесь и плакать. Соответственно, вопрос, верно ли, что оборотное зелье способно превратить того, кто его выпьет, в существо другого вида? Это верно. И Никита Сайзет, мой друг, точно так же на это ответил. На что ему сказали, нет, нихрена, это неверно. Соответственно, объясните, пожалуйста, мне в комментариях, в чём здесь неверность. Типа, может быть, кто-то шарит, и мы как-то вместе с моим другом неправильно размышляем. Вот, но камон, да, оборотное зелье может превратить человека, человека в животное. Это как раз-таки существо другого вида. Но правильный здесь ответ почему-то неверно. Странно. Фалс. Верно. Оборотное зелье может изменить возраст или расу, но придать человеку облик другого биологического вида, но не способна. Да способна, кошку. Там потому что волос оказался кошачий. Ну ладно, по-моему, я сдала немало вопросов. Я верну книгу на пьедестал. Чё? А, вернёт, окей. И на этот раз вопросы будут посложнее. Не-не, я не хочу ничего проверять книгами, давай. Не сейчас. Не-не-не. У меня нет времени на викторины. Приходи, если передумаешь. Я поставила книгу, а обратно на пьедестал. Рибелио легко справится с этим. Блин, спасибо. Реально, скорее всего, если бы Никит мне не подсказал, что здесь нужно отвечать. Мы бы с тобой сейчас сложные вопросы фигачили. А там он тоже мне говорил, что там прям пипец. Окей, книга, трансфигурация, средний уровень, отлично. Всё, что ж, задания профессора Уизли выполнены. Пора идти на трансфигурацию. Естественно. Так, подожди, а трансфигурация, это ж реально типа телепорт. То есть мы сможем с тобой без вот этих зелёненьких порталов теперь телепортироваться куда хотим? Серьёзно? Прям вот в любую точку? Или это по-другому должно работать? Ну, сейчас узнаем. Так, 80 метров всего пройти, не так уж и много. Ага, ага, 66. Ничего себе. У нас тут с тобой дьявольские числа какие пошли. Так, выходим здесь. Выходим здесь, может быть мы сможем телепортнуться, и так будет быстрее. Так, мы с тобой сюда. А, ну да, здесь в принципе ближе. Ближе воспользоваться телепортом, окей. Вот, поэтому, ну типа реально, в чём здесь логика? А дальше там, что ты понимал, такие вопросы идут, что... Блин, я даже их не запомнил. Ну, короче, у Сайсда тоже на этот счёт очень сильно горело. Потому что там прям спрашивают настолько жёсткие подробности, которых возможно даже в книгах нет. Типа там нужно реально в какую-то Википедию сказать, или а какие же мы с тобой стильные, модные, ну пипец, ты просто посмотри. Да это, кстати, профессор Уизли. Сто процентов. Сцена как будто бы... А, нет. Извините. Профессор Уизли здесь. Я думал, как смогу, он угол будет. Садитесь, садитесь. Сэтл даун, английский язык изучаем. Трансфигурация, как вы, вероятно, уже устали от меня слышать, это точная наука. Чтобы преуспеть в ней, порой могут понадобиться годы и годы. Но не спешите отчаиваться. Трансфигурировать можно практически всё, что угодно. А, я вспомнил, нужно лишь разглядеть скрытый в предмете потенциал. Как вижу его, в вас я. Это то, что Малфа через шкаф делал. Если, конечно, зрение меня не подводит. Прикольно. Итак, вы знаете, что делать? А мы можем трансфигурировать камень в гигантского тролля, который будет нам подчиняться и всех разносить. Пожалуйста. Трак, трансфигурация. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. И вот так вот, нормально. Всё. А, реально, и как раз-таки пасхалка к фильму, когда у нас там чашка превратилась в полумышь, получашку. Забавно. Но мы с тобой сделали бабочку. Бабочка тоже. Очень даже миленькое, хорошее создание. Окей. А, все сделали бабочек. Великолепная работа. Так а зачем нам так много бабочек-то? Нужно разное делать. Так, трансформация, разблокирую новые заклинания. Хорошо. Вы хотели обсудить мою успеваемость в этом семестре, профессор? Да. Похоже, наверстать программу вам будет несложно. И, буду откровенна, у вас есть все шансы закончить этот учебный год с отличием. Ничего себе. Задачи оказались полезными, жаль, что пришлось столько времени потратить... Нет, а кайли полезными, естественно. Благодарю вас, профессор. Дополнительные задачи были очень кстати. Так и было задумано. Что ж, похоже, вы неплохо используете возможности вашего руководства для волшебников. На самом деле, плохо, но... Руководство, разумеется, не единственное мерило успеха. Слышала, что вы весьма впечатляюще готовите зелье и дурус. Я вообще все готовить умею теперь. Надеюсь, в ближайшее время оно вам не понадобится. Однако помните, что это зелье бывает очень полезно иметь под рукой. Спасибо, профессор. Должна сказать, что ваши результаты меня впечатлили. В особенности в свете слухов о вашей внеклассной работе. Ой, мы там уже два испытания сделали, благодаря этому у вас времена год поменялись. Признайтесь, ваш визит на кухню опозжен в хоксмитское кладбище вместе с Ником, чтобы выведать некое сведение у призрака. Как-то связан с профессором Фигом? Я обещал профессору Фигу ничего не рассказывать. Нет, ничего не связано. Вовсе нет. Просто я очень люблю привидений и еду. А еще хотелось побольше разузнать о самом замке и его окрестностях. Что ж, я восхищаюсь вашей тягой к знаниям. Однако помните, что все уроки и руководство для волшебников построены таким образом, чтобы вы получили достойное образование. Вы не заметите, как быстро наступит конец учебного года. Вам следует хорошо подготовиться к сов. Это вот экзамены финальные. Я проведу итоговую оценку. Хочу убедиться, что вы готовы к экзаменам. А пока мест могу сказать, что вы неплохо поработали. Можете идти. А там тоже будут вопросы про Бледжер, Снич и все такое. Так, смотри, что я покажу. Смотри, вот ты там хочешь проверить, как я готовился и что умею. Вот так берешь. Вот так вот. И нормально. Бомбарды. Все. И еще вот так вот. И вот так вот. И в инвизи былки погнал. Знаешь, чисто манекен, короче. Отмудохал и пошел. Со времени нашего визита в Экфорту я кое-что понял. Отридь тихий. Приходи на обзорную площадку к северу от запретного леса. Я все объясню. Хорошо. Себастьян целую. Лот-Гоп. Мой план со шлемом провалился. Но есть еще одна идея. Думаю, мы найдем то, что нам нужно в гоблинской шахте к югу от Хогвартса. Ждите меня там. И приведите кого-нибудь, кто знает гобледук. Кто у нас знает гобледук? Помнится, Амит что-то говорил о гобледуге. Точняк. Это тот самый, этот, астроном, звездочет. И все у нас уровни закрыты. Ну какого ж хрена? Почему? Тут у нас 22 уровень. И тут у нас 21 уровень. Охренеть. Ну то есть мы с тобой в любом случае должны брать что-то дополнительное. О, кстати. Рекомендуемый уровень. Поговорите с Адиалиадой Дубс. Слушай, какие изичные задания. Казалось бы, да? Внешний вид, рекомендуемый уровень. Поговорите с Диком. Учись домового эльфа. Давай с ним поговорим. Тем более, что он у нас в этой нашей выручай-комнате. Так, окей. Телепорт. Я надеюсь, что за то, что я поговорю с Диком, нам с тобой дадут опыта. Блин, опыта реально катастрофически не хватает. Нужно больше лутаться и все изучать. Так, Дик, здорово. Дик хотел поговорить с вами. Давай поговорим. Привет, Дик. Профессор Уисли сказал, что ты хочешь рассказать мне побольше о отказском станке. Да, именно так. Привет, Дик. Профессор Уисли сказал, что ты хочешь рассказать, не побольше о ткацком станке. А, здравствуйте. Да, касательно этого, у Дика возникла мысль. Он... А это не ткацкий станок. Ничего себе. А вот это прикольно. Вау, то есть наша с тобой в ручей комната еще больше меняется? О, кажется, комната решила, что вашим существам нужно больше места. Дик хотел сказать вам, что у него есть идея, как испытать одежду. Зачарован он на ткацком станке. Да, у нас с тобой полигончик тут будет такой. И как же? И, может быть, заодно помочь старому другу Дика? О чем же? Одного дымового эльфа по имени Тобс. Хозяин отправил выжимать пиявочный сок в пещере недалеко от Хогвартса. Хотя я не запретил Тобсу выходить из пещеры. А Дик знает, что в ней полно пауков. Нужно его спасти, да? Какой ужас. Да. Дик давно не получал вести от своего друга. Но, блин, Дику хочется помочь на самом деле. Одежда, которую вы зачаровали на ткацком станке, обладает полезными в этой ситуации свойствами защитать пауков. Дик подумал, что вы могли бы помочь. Я найду Тобса, если мне это будет на руку, пожалуй, я навещу Тобса. Но в любом случае то и то, но ответь красивее так. Что значит на руку? Хоть меркантильнее. Понимаю. Предоставь это мне, Дик. Я найду Тобса для тебя. А, спасибо вам. Расскажите Дику, если сможете что-то выяснить о его старом друге. Тобсу, а не Дику, расскажите. Задание началось. Участь домового эльфа. Хорошо. Тут мы с тобой можем что-то сделать? Нет неизвестного снаряжения. Окей. А что это такое? Давай зайдем посмотрим. Здравствуйте. Ого! Ого! Ничего себе у нас тут с тобой райский остров. Блин, как же круто быть в мире магии и волшебства. Ты прикинь, тебе не нужны никакие курорты. Не нужно никуда ездить, тратить время. Ты просто взял у себя в ручей комнате, фиганул себе пляж. И когда хочешь, здесь плаваешь, загораешь, купаешься. Офигенно. Блин, может быть мы здесь сможем потом дракона нашего как-то посадить. Чтобы он тут жил. Почему бы и нет. Так, окей. Ну, пришло время идти обратно и спасать друга Дика. Так, найдите пещеру. Где у нас пещера? Есть ли рядом телепорт? Давай посмотрим карты мира. А, ну в принципе. В принципе нормально. Хорошо, поехали. Переместиться. Сейчас переместимся на телепорте. Ой, кстати, сейчас была картиночка как раз таки с этой штукой, которую мы только что открыли. Прикольно. Сейчас мы с тобой спасаем друга Дика. Я очень надеюсь, что, блин, реально опыта типа 200-300 нам налетит. Вот. И все будет четенько. Найдите пещеру. А это у нас с тобой гробница, да? Окей. Полетели? Тут у нас с тобой, сам понимаешь, как бы очень много деревьев. Поэтому гиппогрифы вызывать не очень. А вот, кстати, и Мерлинова борода. Давай с тобой попробуем ее решить быстренько, чтобы опять же расширить инвентарь и получить опыт. Так. И шо? И че происходит? Ребелия. Какие-то символы? Ага, я вижу какой-то синий символ. Что он делает? Да в смысле обойди. У нас только инцендио поджигает, серьезно? Нужно просто поджечь их, да? Да, такое мы с тобой уже проходили. Окей, с этим справимся. О, грибочки. Грибочки очень нужны. Так, где еще? Первый мы с тобой открыли. Следующая. Ага, она опустилась. Окей. Там у нас пауки. Пауков мы дрогать с тобой не будем. А, подожди. Их нужно все в один момент, что ли, сделать? Я три раза это делал, вы серьезно? Раз конфринга. Два конфринга. И три конфринга. Окей, нужно было просто их поджечь дистанционно. Ладно. Красивая заставочка. И плюс еще какие-то ячейки к инвентарю. Это очень даже неплохо. Все, а мы с тобой тем временем идем дальше. Пещеру мы с тобой практически нашли. Осталось 300 метров. С пауками я сейчас смахаться не особо хочу. Потому что реально опыта они дают немного. Бабочки. Кстати, я не знаю до сих пор, что означают бабочки. Там у них какой-то махач. Слышу по звукам. Напиши в комментариях, если шаришь за бабочек. Потому что, типа, они летают, собрать их нельзя. Как, например, того же питомца. Может, они что-то подсказывают? О, паук. Бомбарда. Нормально. Ой, грибочки. Еще один серьезно. Так, ты, братанчик, не выпендривайся. А, все. Не, не все. Мне показалось, что он уже все. Короче, погиб. Оказалось, еще жив. Живучий паук, слушай. Здравствуйте. Инцендио. Вот теперь точно. Теперь уж прям наверняка. Так, заходим в пещеру. Пещера предильщиков. Окей. Предильщики это те, кто что-то занимаются, короче, пряжей. И, соответственно, видать, этот домашний эльф тоже его туда припахали. Сказали, вот, работай. И пипец, потому что все паутиной заросло. Особо и не выберешься, даже если захочешь. Пьявочный сок мы берем. Топс, ты собрал на три флакона меньше, чем требовалось. Ты знаешь, что это значит? Это значит, что мои постоянные покупатели не смогут купить уменьшающее зелье симуса. Из-за этой глупой ошибки ты неделю не получишь еды. Не забудь наказать себя подобающим образом. Когда я вернусь за новой партией, вместо твоей идиотской улыбочки, я рассчитываю увидеть акра... Акрав... Вавленные бинты? Звездец. Детская игра. А если в следующий раз не соберешь на пять флаконов больше, то лишишься не только еды. А чего еще он там может лишиться? Интересно. Ой-ой-ой-ой. Топс? А, Топс? Топс, ты где? Я, Дика. Ты здесь? Так, ну тут пока что только пауки. Звездец он тут один в пещере. Ему небось скучно, одиноко, еще и опасно. Так, ну окей. Блин, как же я кайфую от того, что мы с тобой реально там встретили в четвертой серии, когда только встретились с пауками. Мы прям их боялись, а сейчас нам пофиг. Просто влетаем в замес. До свидания. Так, еще паучок. Так, он сзади нас сейчас появится? А, ну конечно. Я понял, ты любишь в крысу, да, сзади подходить? Бомбарда. До свидания. Чисто скидиш. Так, еще грибочки. О! Я аж обосрался, нихрена здоровый какой-то. Это, это, этот, а рогок? Или кто? Я думал, просто на секунду, что он сейчас в нас заползет. Такой здоровый, реально. Охренеть. Ха-ха-ха, скримачок. Так, и что, это боссфайт? Кажется, Топс давно здесь не бывал. А где эта гигантская тварь-то ползающая? Ой, ну это мелкий. На мелкий, в принципе, пофиг. На мелких пофиг, но сундучок не пофиг. Надо взять. У нас пустой инвентарь. Блядь. Крен ли ты меня пугаешь, гурачок? Бомбарда, инцидио. Каунт ринга. Нормальный, сундук. Шестиугольные очки, ну такое. Так, клыков мы сейчас с тобой налутаем очень даже неплохо. Для телек пригодится. И грибочков. Просто специально, знаешь, типа идти. Такой себе. А раз уж у нас миссия, почему бы и не взять? Нормально. Короче. Это что сейчас было? Что бомбануло? Совмещая вот эти три заклинания, по сути, мы с тобой идеально убиваем паучков. Ну, паучков, ни хрена себе. Это злые паучки, их нужно убивать. Иначе они нас сожрут. Леон, ну там видал, какой здоровый реально? Мне прям интересно стало, мощный он или нет. Так, это что? Непроизведенные перчатки для квиддича. А, непревзойденные. Непроизведенные. Да, еще, знаешь, такие крафтовые. Осталось только сшить, и будет все четко. Так, а их вообще нужно... Ну, наверное, эти штуки нужно трогать. Типа, только если мы с тобой со... А если бомбарду фигануть? Не, что-то не работает. Ну ладно. Так, мы с тобой идем куда-то вверх. Блин, ну локация прикольная. Прям, знаешь, что-то такое заброшенное, реально пещера. Я думаю, сейчас здесь дик где-то и будет. Так, вон я вижу паука. Ооо. Я, кстати, не могу их пить. Поэтому это чисто катсцена. Так, мешочек. Мешочек нам нужен, пригодится. Мешочек. А, 45 монет. Ну, то ж приятно. Не так уж и много, но... Деньги лишними, как говорится, не бывает. Все, спускаемся. В катушке. Уи-и-и. Здравствуйте. Вот мы и здесь. Что тут еще? Здесь еще пауки. Ой, этот уже, знаете, большой такой. Какие-то новые, как будто, нет? Не, вроде те же. Этого можно древней магии, кстати, бахнуть. До свидания. Ага. У него побольше хпшек, чтобы время не тратить. Ой, икс, икс, икс. Ооо, нифига себе. Вы даже какими-то такими приемчиками из разряда темных картинок решили меня удивить. Но ничего, я вас удивлю больше. До свидания. 12 из 70 у меня за моей вебкой. Задание. Че взрывается? Пауки не должны взрываться. Хозяин, если вы ищете топса, то он ушел в голову. Вглубь пещеры, потому что здешних пиявок он выжил досуха. Топс надеется, что хозяин дождется его возвращения. Там, куда отправился топс, для хозяина слишком опасно. И остерегайтесь пауков. Топс. Как-то не слишком обезнадеживает. Пиявочный сок. Ну, как-то ты плохо вышимал, если честно. Но то, что он питается только пиявочным соком, это, конечно, звездец. Дику очень сильно повезло, что он у нас там, это... И зельки может варить, и на море чилить. Прям вообще идеально. Так, это нужно взорвать, да? Ну, конечно. Глубь пещеры, звездец вот сейчас заросло. Это когда ты туда отправился-то? Блин, реально. У кого арахнофобия, прям сейчас ух. У меня нет арахнофобии, но... Когда я увидел вот этого гигантскую просто жопу паука, меня это напугало. Потому что это было неожиданно. А вот и он, ну здорово. Хе-хе-хе. Ну, здравствуй, волосатый дружок. Так, бомбарда. Бомбарда, РБ-щика. Ну, слушай, хп у него нормально. Хорошо, что у нас есть силки. Да не в этого. Так, конфринга, бомбарда. Мне кажется, что с таким пауком у нас уже... Ага, неплохо. С таким пауком, боюсь, что нашего друга уже съели. Потому что здесь слишком много пауков. Мы, конечно, с тобой их победим. Это вообще без проблем. Тихо. Тихо. Хилка. Хилка. Ой, повезло сейчас. Просто зажали. Когда нас зажимают, это очень плохо и опасно. Бомбарда. Бомбарда, спустя. Кстати, мы же с тобой можем сделать вот так. Зелье максима. Бахнуть. И у нас с тобой будет больше урона. Тихо. Нормально. Конфринга. Ой, как хорошо пошло-то. Фигачим вообще, критуем нормально. Бомбарда. Вот так вот еще делаем. Изи. Зельки-то не просто так нужно варить и потом складировать. А их нужно применять в бою. О, хорошо. Слушай. Очень даже бодренько со всеми расправились. Какой же ты гадкий. Согласен. А что, из него что-то выпало хотя бы, нет? Да ладно? Из такого гигантского паука ничего не выпало? Охренеть. Ну да, смотри, ничего не валяется. Странно. Мне казалось, что что-то должно выпасть. Вот, поэтому зельки, которые мы с тобой делаем, нужно активно в такие моменты юзать. Можно, конечно, справиться и без них. Но так быстрее, эффективнее, мощнее. О, а вот и ты. О нет. Кажется, это дымовой эльф и есть Топс. Хозяин. Если вы найдете тело Топса, значит большой паук оказался слишком силен. Топс подвел вас и заслужил такое наказание. Топс чувствует слабость. Хочется спать. Топсу нужно... Звездец. Бедный Топс. Здесь совсем один. И только пауки повсюду. Да ладно. Охренеть. Мы опоздали. Но я очень надеюсь, что это скрипт. А не то, что я как-то долго ходил. Ну, это грустно. Это очень грустно. Ладно, Топс. Отдыхай здесь. Мы пока что пиявочек полутаем. И отправимся рассказывать очень неприятную новость твоему другу. Так. Мы с тобой должны теперь выбраться, я так понимаю. Блин, реально, мне прям грустно стало. Очень стало грустно. Потому что он как бы прислушивал каким-то очень-очень плохим людям злым. Что аж, блин, ему пришлось пойти сюда вглубь пещеры. Потому что пиявочный сок закончился. Жесть. Ну, блин, если ты хочешь, чтобы твой этот гномик работал, ну так покорми его нормально. Снаряди его всем необходимым. Он будет работать лучше. Че над ним прям издеваться-то так? Так, клык паука. Все-таки что-то можем полутать. Но не так, что прям что-то необычное, раритетное. Блин, пипец. Грустно. Очень грустно. Так, сундучок. Перчатки. Так, подожди, а нам как выбраться-то? А, может метелочку? А метелочку можно здесь? Нет, нельзя, блин. А мы вообще с тобой очень хорошо бы выбрались. Расскажите Дику. А, подожди, можем телепортнуться? Мы же можем телепортнуться, да? Не можем, карта недоступна. В локации мы не можем телепортироваться. А куда она теперь нужна-то? Может сюда? Нет, это просто по кругу пройдем. Видишь, судя по локации, это просто место для тех, кто стоит сундук. Но тогда логично, что опять сюда. Ну, вряд ли мы должны возвращаться назад. Наверное, уровень так спроектирован, что мы идем-идем вперед-вперед. Так, аккуратно, не свалить. Это вода. Да, я забуду все. Откуда мы пришли, куда нам нужно? Судя по метке, нам нужно сюда. Тут у нас вот этот топс бедный. А, может взорвать вот эту хрень? У тебя нет. Что за звуки страшные? Вот эту штуку можно взломать, 100%. И там, наверное, и нужно выплыть. Но мы с тобой должны стоять на берегу, взорвать ее и потом уже поплыть. Давай так и сделаем. Ну смотри, в принципе, задания дополнительные, очень даже разнообразные. Это не только доставка, это еще и какой-то определенный сюжет даже. Так, давай быстрее плыви. Хорошо. А это что? А это просто пиявочный сок, а пройти-то нам как? Вездец, ничего не работает. Может просто назад идти, тем же ходом, как мы и выходили? Я честно хз, потому что... Метка-то вон где. Оказывается, нужно возвращаться. Давай возвращаться, окей. Делать нечего. Наверное, да. Но потом мы с тобой уже, когда выйдем из этой пещеры, мы 100% сможем телепортнуться. Вот, так что наш путь, я не думаю, что очень много займет. Главное сейчас вспомнить, как мы сюда шли. И, чтобы не заблудиться, чётенько так идти. Так, сок мурлакомля. Также мы с тобой лутаем. А, подожди, а с другой стороны, как мы туда выйдем, если мы с тобой скатывались по горочке вниз? Это, кстати, вопрос. Да и реально, у меня такое ощущение, что я реально отдаляюсь. Так должно быть. Сейчас будет очень обидно, если мы с тобой реально придём. Но там мы с тобой посмотрели, там нечего смотреть. А всё? А всё, мы туда не залезем. И как мы тогда должны там выйти? Может, мы сделаем вот так? И нас сейчас игра с тобой тпшник куда нам нужно? Ваше путешествие закончилось. Естественно, повторите попытку. Сохраняшка-то была, я надеюсь? Ля, я сейчас сохраня... Не, была, отлично. Доступно новое задание. Нам не нужно новое задание, нам нужно отсюда выбраться. Как это сделать, я не понимаю. Вот, мы с тобой идём по дороге, всё нормально. Спускаемся такие. Оп-оп-оп-оп. А, можно было ещё туда сплавать? Серьёзно? Здесь типа нифига нет, а вот здесь есть. А-а-а. Ну, вы бы меточку сюда бы и поставили. А то запутали нас, пипец. Так, окей, выбираемся. Выбираемся на поверхность, наружу. Да, тут у нас с тобой очередной сундук и проход, который нужно сломать. Хорошо. Светлая пижама. Знакомый стол. Кажется, я снова уходу в пещеру. Спускаемся в таком случае. И выходим. Вот так вот игра решила у нас провести. По этой локации. Ну, окей. И что? А, выйти нужно. Окей. Всё, выходим. Быстро телепортируемся. Возможно, прокачиваем уровень и быстренько идём на сюжетное задание. Вот. Окей. Вот мы и на поверхности. Карта Хогвартса. Сюда. А, это что-то на Ковледуге. Это пока что недоступно. Окей. Значит, сюда. Сюда и телепорт. Ну, блин. Такое задание должно дать опыта прилично. Больше, чем за всякие там Мерлиновые штуки. Блин. Так не хочется, конечно, подобные новости рассказывать. Но что делать? Дик, я только что из пещеры. Дик, я только что из пещеры. Чудесно! Дик, надеется, что вы передали Тобсу привет от Дика. Мне очень жаль, Дик, но Тобс погиб. Похоже, до него всё-таки добрались пауки. Дик этого боялся. Один денёшник в той пещере. Бедный Тобс. Когда-то у Дика и Тобса был один хозяин. Когда он погиб, наши пути разошлись. Дик всегда хотел, чтобы Тобса тоже отправили в Хогвартс. Дику очень повезло. Он служит таким добрым ведьмом, ведьмом и волшебником, как вы. Дик будет очень скучать по своему другу и с чувством глубокой скорби поднимет за него бокал. Да. Сочувствую, тебе стоит забыть о нём. Чё, дурак, что ли, сочувствую? Мне очень жаль, что твой друг погиб, Дик. Спасибо, вы очень добры. Дик хочет побыть один, если вы не против. Да, конечно, тем более, что мы с тобой не так уж часто бываем в нашей вручей-комнате. Так, задание завершено. Учись домового эльфа. Блин, пипец. Учись домового эльфа. Название прям... соответствует действительности. Именно в данном случае. Хорошо, что Дика мы с тобой кормим. Ну, у нас ещё очень много на самом-то деле прокачивать. Как ты видел, там половина даже не заполнилась. Вот, поэтому что-то мне подсказывает, что вновь я все эти штуки буду делать без записи. Прокачивать уровни даже, наверное, имеет смысл сразу два уровня вкачать. Вот, выберу какие-нибудь не особо... Жёсткие, так скажем, задания. Хотя, может быть, ещё одно с тобой сделаем сейчас. Отправляйтесь к доске поля призывателя. Давай вот это выполним. Это вроде игра под конец серии. Так почему бы не сыграть? Тем более, что мы с тобой там профессионалы. Так, идём сюда. И делаем телепорт. Окей. Ну, то есть, как ты видишь, без побочных квестов здесь реально тяжело. Потому что просто ходить, убивать там топероек, всяких троллей и прочее, это очень-очень неэффективно. Так, а что это за задание? Мы сейчас реально будем с кем-то играть? Надеюсь, что да. Такс. Сейчас турнир будет такой. Великий турнир. На котором... Ааа, нет. Тут у нас что-то другое, смотри-ка. Лендред Пруит. Что ты здесь делаешь? Хочу предложить тебе сыграть в поле призывателя. А, давай сыграем. По-моему, тебе пора узнать, на что ты годишься против подстоящего мастера. А не против неумеха. Поле призывателя это не просто игра. Мне сразу становится понятно, чего стоит ведьма или волшебник. Ну что скажешь? С удовольствием сыграю, как мы и хотели. Хорошо. Ну хорошо, давай начинать. Отлично. Тут мы с тобой должны вот эту вот призывалку взять, поставить и погнали. Ага. Ну тут уже смотри, да, всякие штучки нам с тобой наставили. Леандр и Михаил. Так, правила игры. Правила игры мы с тобой знаем. А, они еще и откидывают шары, нифига себе. Это уже похоже, знаешь, не на призывателя, а на что-то по типу пиньбола. Так, 20 очков. Ход Михаил. Ход Михаил. Давай с тобой просто возьмем и эту штуку выбьем. Хотя выбьется она, скорее всего, в нас и откинет нас надолго. Поэтому нам нужно как-то вот аккуратненько проехать вот сюда. Мне кажется, что мы с тобой очень даже можем это сделать. Шарик, надеюсь, у нас с тобой поместится в этом пространстве. Поэтому делаем вот так. Нееет, аккуратно-аккуратно. Во, слушай, так тоже неплохо. Я хотел по-другому, я хотел, чтобы мы на синюю доехали. Но очков-то у нас больше. Акцию. Только не в нас, только не в нас. Тоже профессионал, что ли? А почему он не коснулся этой штуки? Попробуй-ка перебить. Да на изи. На изи сейчас перебью просто с разгонщика. Вот так берешь. И все. Блин, а у нас больше же. Мерлин, его штаны. 60? Да, у нас с тобой больше очков. Но сейчас опасно. Сейчас мы с тобой должны выбивать на это же поле. Легким движением запястья. Ты давай не выпендривайся. Легким движением там. Мы с тобой тоже легким движением запястья делаем по красоте. Ага. Ой, хорошо. Все, мы выиграли. Красота. Ха. Тебе просто повезло. Нет, мы профессионалы. Мы профессионалы. Заработали 90 очков. И Михаил победитель поля призывателя. Естественно. Кайф. Так, ну что скажешь. Тебе просто немного подфартило. Не расстраивайся, дело не везение. Дело не везение. Просто я играю лучше, чем ты. Ну ладно, ты прав. Ты действительно лучше меня. Естественно. Скажу остальным, что ты достаточно хорош, чтобы продолжить игру. Другие игроки. Я проиграл с Аманти Дейл. Семь мячей подряд. Матч. Другие игроки в поле призывателя решили, что ты даже меня не смог победить. Для них ты и подавно не соперник. Продолжай тренироваться. Просто это не для тебя. Продолжай тренироваться. Это было испытание на храбрость? С шары покатать, серьезно. Задание завершено. Поле призывателя. Матч 1. Окей, что по опыту? А опыт этим временем 180. Хорошо. Может еще какое-нибудь такое необычное задание возьмем? Быстренько. Быстренько, быстренько возьмем. Поговорите с Себастьяном. Луны мистера Муна. О-о-о-о-о. Верни... Нет, демимасок я не хочу. Магический рецепт. Рукоятки. Блин, ничего собирать не хочется. Поговорите с Диком в ручей комнате. Еще. Потомство самой смерти. То есть у Дика довольно-таки много заданий. Смотри-ка. Поговорите с Люканом Шумси. Вот, кстати. Давай мы с Люканом Шумси поговорим. И помашемся. Помашемся с ними палочками. В смысле с Люканом и с еще чуваками, которые будут с нами сражаться. Вот, теперь мы с тобой заходим в карту. И должны телепортнуться к Шумси. Так. Во, как раз-таки рядом телепорт. Отлично. Сейчас мы с тобой им покажем нашу бомбарду. Они офигеют от того, насколько мы уже сильны. И все. Нам как раз-таки дадут очень много опыта. Ну, немного, но прилично. И, возможно, даже вкачаем уровень. Так, Люкан Шумси. Здравствуйте. Я тут немножко сильнее стал. Привет, Люкан. К финальному раунду в скрещенных палочках уже все готово. Привет, Люкан. Хочу подниматься. Так, все готово, естественно. Финальный раунд. Привет, Люкан. К финальному раунду в скрещенных палочках уже все готово. Сегодня важный день. Вот и настал решающий момент. Сейчас мы узнаем, хватит ли тебе подготовки и самоотдачи, чтобы победить. Мне хватит всего. И заклинаний, и манки. Попробуешь войти? Непременно. Да, непримерно. Прекрасно. Дуэль будет с партнером? Натси, оннай, Севастьян, Сэллоу. А опыт мы тоже пополам потерем или нет? Давай... Нет. Я один. Солна. Я буду сражаться в одиночку. Тогда начнем. Тогда начнем, и мы с тобой делаем... Эта игра будет и по-настоящему победной. А, один против... Против четверых? Один против четверых? Ты серьезно? Хо-хо-хо-хо. Ой, сейчас у нас зрелище будет эпичное. Пробивайте красные щиты, используя заклинания с высоким уроном. Но это логично. Это мы с тобой знаем. Ой, камон, мы уже столько пауков завалили. Что... Нас этому учить не нужно. Все, пацаны. До свидания. Бомбарда. А че? А не понял. А че мы не прожигаем никого? Бомбарда, алло. А, красный нужно прожигать. Вот, вначале красный. Эти желтые, походу, пока что не хотят с нами махаться. Ну ничего. Контринга еще огоньку так. Оп. И до свидания. Эрик пошел. Они по очереди будут, хорошо. Но это честнее на самом деле. А че ты встала? Бобара. Ну давай ящиком бахнем. А че вы стоите-то? Алло, вы должны сражаться. Ладно. Может че-то забаговать? А у меня больше РБ-шечек нет. А, нет, есть. Только одна РБ-шечек, смотри. Только одна РБ-шечка. Куда ты ее шмайнул дурачок? Чум бомбарда не пробивает ее. Смотри, у этой щита нет. Мне кажется, что-то забагалось. Реально что-то забагалось. Ну такое, если честно. Чуваки, вы там очнетесь, нет? Да, вот тебе и залетели на парочку секунд. Посражаться. Так, Себастьян, ты там почини их. Они сломались. Мне больше нечем в них пуляться. Может, тебя нужно добить, я не знаю. Но хотя вряд ли. Это ж типа шундук. 49 монет, приятно. Чуваки, а че вы не сражаетесь-то? Ну давай каким-нибудь другим заклинанием на них бахнем. Там Левиосы, например. А-а-а. Я вас понял. Надо было Левиосой. Ну Левиос так Левиоса. Так, чих-чих-чих-чих. Я щас откинусь. Хилочка. Нормально. Конфринго, Левиоса. Ну и последнего Левиоса. Леандера тоже делаем вот так. А, нет. Несколько защититься? Ну конечно, они вот эти вот заклинания дефолтные поизучали на своих уроках. Других-то и не знают, куда им там до бобарды. Естественно. Все, всех победили, победа. Все радуются. Один против четверых. Вот это да, победа в турнире дается не каждому. Это большая честь, просто повезло, и только начало. Это большая честь. Я счастлив, что у меня все получилось. А мы рады, что нашему чемпиону не чуждая скромность. А теперь пора тебе получить приз. Ну давай. Для меня большая честь вручить тебе этот простой, но изящный символ твоего непревзойденного мастерства в дуэльном деле. Чего? Спасибо, неужели я это заслуживаю? Заслуживаю. Благодарю, это большая честь. Пристывай по праву. С твоими дуэльными навыками стоит считаться. Ну что ж, турнир окончен, победитель награжден, пора и учебой заняться. Ну да, вы меня тут полгода ждали, я наконец спешу. Интересно, как там мои растения для травологии? Я совсем перестал им заниматься. Да, после такой битвы можно и отдохнуть. Задание завершено, скрещенные палочки, раунд три. 180 опыта еще нам прилетело. А Себастьян еще что-то хотел нам показать, по-моему. Да, смотри, у него еще есть задание. Точнее, Люка. Хочу потренироваться на манекене. Отличная идея, в этот раз будет посложнее. Приступим. Да, давай. Сразу, да. Да, я не то хотел выбрать. Ну я готов уже, все, тренируемся, поехали. Поехали, поехали, поехали. Быстренько, быстренько. Да. Было бы неплохо. Все, поехали, поехали, поехали. Все скипаем с тобой вот эти вот болтовни. Тренировка комбинаций. Ага, тренировка комбинаций. Для этого вначале нужно их поставить вообще. Так, 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 хорошо. Так, так, так. Имба. Отлично. Ну да, слушай, комбушечка неплохая. Во, теперь что-то новенькое. А что за звездочка, подожди. Звездочка это дефолт, я вспомнил. Так, 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 так и так. То есть мы с тобой его пум-пум-пум, потом подняли вверх, притянули и сделали как раз таки вот этот огненный круг. Тоже прикольная комбинация. По сути, это все можно использовать, действительно, в наших с тобой уже... Ой, вот это зря. Это я что-то увлекся. Можно все это... Че? А как так? Он законтрил это? Это можно использовать в битве с другими врагами? А не просто спамить кнопкой. А, так, 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 и до победного. Красиво. Ты послалками сейчас джойстик вибрирует, это просто тупец. Вот так. Впечатляет? Не хотел бы я выйти против тебя на дуэли. Ну ты вилк у нас цилиндр. А без тебя я бы не справился с манекеном, кто угодно справится. Я без тебя не справился. Ты молодец, Лика, научил? Тоже красава, Люка. А, да брось, ты мне льстишь. Серьезно, ты молодец. Манекены теперь долго не рискнут с тобой связываться. Окей. Окей. И, собственно, еще одно задание мы с тобой выполнили. Давай сразу сюда зайдем. Быстренько. Залутаемся, и там уже будем заканчивать серию. Потому что потом я об этом сундуке, скорее всего, не вспомню. Так, первая пошла, и вторая. Вторая, 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 а вторая вот. И вторая тоже пошла. Отлично. Возможно, там еще сундучок на вот эти вот 500 монеток. 108 стоп-то, да. Нам с тобой осталось совсем чуть-чуть прокачаться. Эти зеркала, насколько я знаю, нужно бабочку сделать, чтобы он заработал. А где нам сеть бабочку? Не умею. Дефенда ничего не работает. Левиоса тоже. Блин, Авата Кедавра, это, конечно, имба. Зря. А, нет, даже не зря. Сундучок. Розово-лиловый берет. Я считаю, это стиль. Собственно. Это тоже надо прокачать. А, точнее, не прокачать и взломать. И потом уже точно-точно заканчиваем серию. Такие опачки, опачки. Не понял. По-понял. Найс. Реально, прям, знаешь, микроскопическая работа. Стоит на миллиметр чуть-чуть переехать и все. Так, а здесь что? Ревеллио. Я наделся сундук с 500 монеток. А тут просто проход наверх? Че за башня такая секретная? О, смотри-ка, мы с тобой реально куда-то наверх поднялись. Я слышал, кстати, этот. Звоночек. Звоночек, это сундук. Сундук у нас внизу. Но туда тоже хрен проберешься, нужно что-то взламывать. Окей. Собственно, тогда около этого эпичного, красивого, гигантского майкика. Иди сюда. Иди сюда. Страничка пригодится. 8 стоп-то, все, мы с тобой прокачались. Смотри. 21 уровень как раз. Да? Нет. Странно. Я думал, что прокачались. Ну окей, 100% уже, скорее всего, в следующую серию мы с тобой начнем с 22 уровня, чтобы сразу у нас с тобой две миссии открылись. Вот. Но на этом видео подходит к концу. Если оно вам понравилось, обязательно поставьте ему большой палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, учить все уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видосов. И также подписывайтесь на все ссылочки из описания. Ну а с вами был ваш Тагстер, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока. Эй, братан, подпишись на мой канал. Ведь это так просто сделать. Эй, братан, подпишись на мой канал. Ну и че тебе стоит это, ну? Эй, братан, подпишись на мой канал. Ну а также поставь свой палец вверх. Эй, братан, подпишись на мой канал. И огромное спасибо тебе за просмотр.